Олег Равильевич, здравствуйте! Вот уж поистине наступили времена, когда лицом к лицу лица не увидать, но мы с вами на правильной дистанции, между нами два метра. Мы пришли сюда, соблюдая все предосторожности, которые только могли, поэтому предлагаю все-таки снять маски, разговаривать не очень удобно. Спасибо, да. Олег Равильевич, я начну, наверное, с насущного. Как чувствует себя самоизолированный кофейный бизнес? Предположу, что поскольку вы на рынке не очень давно, то как-то там заматереть, окрепнуть вы не сильно успели и к такому развитию событий уж точно не готовились. Вот как справляетесь? Ну, как вы заметили, стоим. Дверь мы открыли специально для вас, с соблюдением всех правил. Но, естественно, по всем правилам, как принято, у нас кофейный не работает. Работаем только в режиме дистанционной торговли, так это называется. Потому что у нас же, кроме напитка, все-таки главная наша, это кофе в зернах, который обжаривает ростер, и мы его жарим. Поэтому как раз ниоткуда без добра. Мы до этого так ни шатка, ни валка запускали на США и думаем, вот, может быть, заработает, пора бы. Но все-таки основное было, так сказать, как называется сейчас, офлайн. Приходили, пробовали, покупали. Мы активно взялись за развитие, так сказать, интернет-торговли, доработки нашего магазина, запуски там всяких шлюзов для оплаты и так далее. Очень много научили за это время. Ну, что делать эти три недели? Изучать, смотреть, читать. Давно собирался, время пришло. И у нас существенно вырос. Те наши гости, которые были раньше здесь, теперь в интернете, теперь звонят, теперь заказывают. И объем наших интернет-продаж кофе в зернах, конечно, теперь совсем иной, не то, что было до этого. То есть такая новая реалия. А правда ли, что люди, которые пьют много кофе, более агрессивные и нервные, чем те же поклонники чая? Ну, это, знаете, это субъективный, наверное, взгляд. Если вы случайно не пили кофе и зашли его выпили, и вдруг на вас повлиял этот кофеин и так далее, то есть у вас нет привычки, то на вас это может вызвать какую-то особую реакцию. Если же вы такой кофеан со стажем, ну, все в разумных пределах, как всегда важно не перебарщивать ни мало, ни много, то возникает такая толерантность кофеину, это одна из основных составляющих кофе, и он не производит такой реакции, а он в хорошем смысле бодрит, но не вводит в состояние такого... Больше спокойно, с этой энергией быть более динамичным, более сообразительным, если угодно. Ну, меня трудно спрашивать об этом, я безумно кофе люблю, поэтому, конечно, всегда я буду представлять в лучшем свете. Ну, я искренне так думаю, что кофе — это правильный напиток, и он в разумных пределах делает такую правильную реакцию. Спрошу тогда прямо, что больше всего вас раздражает сейчас вот в этих условиях вынужденной самоизоляции, какие плюсы все-таки вы видите? Ну, наверное, не раздражает ничего, потому что есть... Ну, это жизнь, понимаешь, что сейчас вот такая реалия, да, и, соответственно, как безнадежный оптимист, в каждой ситуации нужно искать что-то... А что в этом может быть хорошее? Какое-то пересмысление, какой-то перезапуск. Думаешь, вот работал-работал, что-то не замечал, как рутина каждый день, новый сорт, новый что-то, кофе там, давайте новый рецепт напитка придумаем. А потом думаешь, может, что-то надо радикальное сделать? Ну, как я сказал, интернет-продажи, может быть, вообще другие сорта кофе, а может быть, там и не только кофе, не только кофе в традиционном смысле, а какие-то другие напитки. То есть такой перезапуск, такой эмоциональный внутри себя, внешний, все продезинфицировали, почистили, попробовали, здесь поправили. То есть, на мой взгляд, ну, как говорят у китайцев, да, там же иероглиф «кризис» или он одновременно означает новые возможности? Так мне кажется, что как раз новые возможности, вопрос всегда, хватит ли сил, средств, там, чего еще, чтобы пережить переходный момент. Но тут я тоже пытаюсь, уже, извините, как предприниматель, там декларирует наше государство, вот такие-то льготы, такие-то, раз декларируете, давайте попробуем. И я максимум использую, так, есть осрочка какая-то, на основании чего, налогов, так, есть льготы какие, ну-ка, давайте, может быть, мне они не нужны. Но я как бы пытаюсь проверять, как это работает, работает ли беспроцентное вот это суда, или там вот это вот безвозвратное суда, кто ее может получить на основании чего, пострадав, как это работает. Что потом, разговаривая с вами в следующий раз, говорит, работает, либо не работает одни декларации, ну, быть, быть таким реальным экспертом. Ну, то есть вы не из тех предпринимателей, которые говорят, ой, все плохо, бизнес умирает, мы все умрем, не от коронавируса, а так от бедности. Во-первых, мне кажется, нормальный предприниматель, в принципе, он потому что стал предпринимателем, потому что он дает на пролом, несмотря на то, что, потому что нормальный человек, не совсем предприниматель, он периодически начинает тормозить. Ой, а зачем, он слишком много прощит, большие риски, проблемы и прочее. Во мне это тоже есть. Я когда пытаюсь преодолевать себе вот это состояние, все-таки пытаться быть, ну, предпринимателем, в настоящем понимании, это как раз вот это вот преодолевать и во всем искать возможности. И мне кажется, сейчас как раз сколько я знакомых встречаю, и предпринимателей, и топ-менеджеров, есть те, которые немножко унывают, ворчат на мир, на правительство, я не знаю, на погоду, на коронавирус. Можно всегда причем найти. А есть те, которые думают, а что тебе делать, что найти, какую фишечку найти. И теперь. Вот. И мне кажется, у них получится. Потому что это, мне кажется, время, при всей сложности нюансов, и такое оно, но время обнуления, перее, так сказать, какого-то нового качества, нового поиска, нового движения, новых возможностей. Я повторяю все все об этом. Я, как и вы, очень люблю кофе. Я вообще всегда там, где пахнет кофе, пью давно много. И к своему стыду, к сожалению, я оперирую категориями из серии «Ой, как вкусненько» или «Какой-то странный напиток». Вот вы, человек, который можете рассказывать о кофе часами. Откуда все эти знания? И как обычному человеку прокачать в себе навык, ну, такого, что ли, кофейного сомелье? Ну, конечно, приходится даже с каких-то картонных стаканчиков пить. Да, мы вынуждены. А мы тут убеждены, да, вынуждены в связи. Мы убеждены, что посуда очень много значит. И у нас тут специальная тоже посуда гонконговская, и кофе из этой чашки вкуснее. Он вкуснее, да. Ну, а если про кофе, ну, во-первых, конечно, видите, всегда же удачно, мне кажется, если в бизнес соединяются две вещи. Такая страсть, я назову, или любовь личная, да, прямо вот неравнодушие в хорошем смысле. Ну, а второе, там, прагматическая ситуация, бизнес-план, окупаемость, растущие рынки и так далее. Вот. Несомненно, все-таки первичное у меня было особое еще с давних времен. Я помню, на одной из первых премий, там, молодым специалистом получил премию. И думаю, куда же мне потратить? Я пошел, купил, были такие очень интересные, в турке на песке готовить кофе. То есть там прям такая штука нагревающая, в ней был песок мелкий специальный, кварцевый. Ну, и вот эти турочки, которые как кофе по-восточному готовятся. И это была такая фишечка, это было не по-разному, раньше компании собирались по разному поводу. Кто там попить какие-то напитки, а мы собирались вокруг этой штуки, варили кофе, был великолепный запах, оно убегало, запаха было еще больше. Это был такой формат для общения. И вот с тех времен, все время, будучи в разных странах, пробовал разный кофе, пытался много читать и постепенно к этому двигался, двигался. Когда решил, когда возникла прагматическая составляющая, мне показалось правильным, ну, там, не буду, извините, вас грузить, но там, растущий рынок, к нам приходит эта культура, кофейни третьей волны, отдельно можно про это говорить. То как раз и вдруг совпало. И тут я увижу смысл. Кофеин, как я все время утверждаю, будет еще очень много, и каждый найдет свое место. Кажется, что высококонкурентный. Нет, в нем много еще свободных ниш, потому что потребность растет даже быстрее, чем возникают кофейни. Мы чайная страна, но мы идем к кофе, мы, эта культура к нам приходит, вот эта вот, так называемая третья волна, когда особое отношение к кофе, что это не просто кофеин, а это гастрономическое удовольствие, что разные сорта кофе имеют разный вкус и есть свои нюансы. Но это вот, извините, я же по аналогии, как есть там контролируемое происхождение, есть там столовая, напиток столовый, будем называть, да, но и он как бы там есть какой-то градус, по всей видимости. И когда-то мы, может быть, этот градус имел значение, когда мы его пробовали, да, а через какое-то время понимаешь, что есть контролируемое по происхождению, что есть там какой-то сорт, ну, винограда в данном случае, и он отличается по вкусу от того. В кофе происходит то же самое, и сейчас не просто кофеин, но кофе есть вкус, он разный, это гастрономическое удовольствие, и можно пить его не только ради кофеина, а получать удовольствие от аромата, от того, что он разный. И она контролируемое происхождение, и ты говоришь, ага, сегодня из Эфиопии, да, из Эфиопии имеет такие нюансы, из Гватемалы такой-то нюанс, индийский там, муссонный малабар легендарный, такие-то нюансы. И у каждого есть, и каждый находит свое, этому нравится, как кто-то сейчас очень популярно, у нас в Омске пошла невероятно робуста, хотя раньше считалось, что я отдельно про это могу рассказать, ее отдельно пить невозможно. Поэтому вот соединение, если как-то, соединение прагматизма такого, а без этого никуда, растущий рыдак и любви, страсти. И вот тут как раз, на мой взгляд, это может быть. Время, конечно, покажет, потому что должна сложиться еще удача, нюансы, много чего, да. Должны там черные лебеди нечасто плавать, да, потому что они часто смешивают наши планы, как их называют, да, так же вот это коронавирус, классический черный лебед, никто не ожидал. Вот, но, ну, как бы шансов при, когда есть и любовь, и прагматизм соединено больше, что может получиться, мне так кажется. Я в момент какой-то печальки купила книжку, помню, с очень актуальным нынче названием «Искусство лежать», там, руководство по горизонтальному образу жизни. Вот какую бы инструкцию по употреблению кофе и кофейных напитков вы могли бы дать? Вот вы сказали, разумное там потребление, да, в разумных там пределах. Вот сколько чашек кофе можно пить в день? А кому полезно, кому вредно? Очень много мнений, экспертов и прочее, я их все пытался сводить. Естественно, возникло мое отношение к этому, я убежден, что кофе полезный, правильный напиток, в нем много антиоксидантов, микроэлементов больше в зеленом салате. Он очень богат веществами, которые для нас важны, которые вот получать, в том числе ежедневно. И даже тот самый кофеин в разумных пределах, он не, как бы не является вредным, он там даже стимулирует где-то там сердечную, и там даже есть мнение, что кто часто пьет, у тех IQ выше. Вау, мне нравится, держимся этой версии. Ну да, хочешь красивой версии выбрать. Нет, ну и правда, погружаешься, если анализировать, мне кажется, есть этому основу. При этом, ну, традиционно всегда говорят, типа, кофе повышает давление. Я уже сказал, повторюсь, те, кто случайно его выпил один раз и редко пьет, да, но у кофемана возникает толерантность, и организм перестает так реагировать. Да, но по моим ощущениям, три где-то чашки в день хорошего кофе, это норма, причем и выше, там, 5-6, это плохо. И одна это, не получаешь достаточно всего, ради чего ты кофе пьешь, ради ее полезности. Еще только, правда, говорюсь, в чем подход нашего проекта или кофейнера, да, о том, что все это относится только к свежеобжаренному кофе. То есть кофе в зернах и свежеобжарен, в течение двух-трех месяцев после обжарки он иной. Он содержит все эти полифенолы, антиоксиданты, вот эти все эти микроэлементы, он содержит весь вкус и аромат. Через 2-3 месяца он продолжает, там, из него излучать углекислый газ и прочее, он, из него многие улетучиваются вещества. Кофеин остается, но он уже не тот. Поэтому вот эта свежеобжаренность очень важна. При всем уважении, хотя в России больше, практически 80% людей пьет растворимый кофе, растворимый кофе много теряет. И уже и кофеин ненатуральный, потому что он при переработке, он оттуда выходит, его приходится добавлять химически, да. Там многие вот эти вот микроэлементы, которые я сказал, таниины, они отсутствуют уже. Да, там есть кофеин, вот этот вот химический, который добавляет, он нам дает ту самую энергию, но большая часть полезности кофе там нет. Поэтому, ну, кто пьет, я уважаю, это нормально, имеют право, есть еще всякие там капсулы, еще что-то и так далее. Но я убежден, и доля в России, и в мире тех, кто пьет и понимает, вот зерновой кофе свежеобжаренный, который молит непосредственно предприготовлением, она растет. По причине этой здесь не только есть понты и мода, ну, знаете, о, у меня свежеобжаренный кофе, я какой, я там, знаете, или там венок отролимый по происхождению, с левого побережья там и так далее. Это всегда есть в этих проектах, но в этом есть и основа такая прагматическая. Это кофе реально иной по вкусу и по полезности. Кстати, вот в супермаркетах пачки, да, которые мы видим кофе, вот сколько вообще там срок хранения к вопросу свежей обжарки? Сколько? Опять же, никого не хочу обижать. И, конечно, например, в супермаркете есть российский кофе, российской обжарки, есть и итальянский. Итальянцы, конечно, законодатели мод, те, кто дали миру экспресса. И вообще, ну, итальянцы и кофейная индустрия, это, в общем, такие вещи неразделимы. Оттуда много пошло в кофейной культуре. И они, конечно, мастера и в обжарке, и в подходах, и в хорошем кофейном маркетинге, вот это, когда культура кофе. Для них, ну, я вот сейчас, им очень тяжело в этой изоляции, когда им нельзя пойти в ближайшую кофейню, выйти в чашку кофе и поболтать. Для них, это просто трагедия, насколько я понимаю, и общаюсь все время с ними, и сейчас по телевизору смотря. Но то, что вот известные марки у нас в супермаркетах продаются, ну, к великому сожалению, они к нам долго идут. Если вы видите на производство, там, полгода назад, в лучшем случае, а реально год назад, хороший кофе, хорошо обжарен, но, извините, старый. Он неплох, он хорош, там, у меня будут хорошие скидки в этом случае, и там, цена точно там будет ниже, да, и это своя ниша, и я, в общем, не призываю. Я единственное, многим говорю, я не говорю, не обязательно там брать какой-нибудь наш кофе, но даже в супермаркете есть, ну, не буду называть торговых марок, рекламировать, но есть те, кто построили заводы в России по обжарке, большие коммерческие есть, одна там известная марка, и если со счет того, что они занимают довольно большую долю рынка и нехороший оборот, вот их, этого коммерческая обжарка, то очень легко можно найти в магазине пачку, когда дата производства, там, дата производства, значит, обжарки, будет два месяца назад, два с половиной, вот пытаться, даже если в супермаркете пытаться это сделать, это будет иной кофе, это проверено. Да, конечно, коммерческая обжарка, это большие, там, печи, так их назовем, там, они, ростеры, вот, и это более коммерческий кофе, более дешевый, и это такой поток, не такая щадящая обжарка индивидуальная, когда мы подбираем под каждому сорту тщательно рецепт, вот, но это в любом случае это коммерческий кофе, но вот даже он будет свежей обжарки, поэтому, если вы приходите в супермаркет, ищите дату, вот, ну, два месяца, и вы почувствуете, что он иной. Олег Равильевич, мы с вами, ну, телеканал продвижения и кофейнер, запускаем популяризаторский проект, где вы будете рассказывать о кофе. Я читала список тем, мне все дико интересно, нравится, и очень много открытий лично для меня, как кофеманки, но заинтригуйте, пожалуйста, сами наших зрителей, чтобы они ждали, а самое главное, знали, чего ждать. Ну, мы готовы говорить обо всем, потому что здесь столько граней. Про робусту, файн-робусту, это отдельная тема, и для многих это будет открытие, и многие наши друзья нашей кофейни, они были открыты, что кофейня, что робусту можно пить чистой, и она может быть такой необычной, файн, вот, чем робусту отличается от арабики. Понятно про каждую напиток, у каждого напитка есть своя история, одно придумали монахи, другое, там, кто-то еще, да. Это зерно из каждой страны имеет свою особенность. Есть там легендарные марки, я уже поминал, там, муссонный малабар, там, своя история, это правда, там, не только легенды, и просто в Омске это просто хит, да, про него рассказать, его рассказывать, что-то неужели это так интересно, да. Про действительно все вот это вот так называемая третья волна, где все эти умные слова, кемекс, харио, V60, это новые способы приготовления кофе, которые отличаются от эспрессо, он иной, есть свои плюсы и минусы, да, про это можно рассказать, кстати, это легко, вот эти воронки, вот они есть, да, их можно приобрести, они недорогие, в отличие от машины, готовить дома, да, это будет больше похоже на чайную церемонию, когда надо прямо вот целый продукт, нельзя быстро утром это сделать, но в этом есть своя прелесть, и кофе имеет свои, тоже про это расскажем, свои особенности, да, в отличие от эспрессо, да, свои плюсы и минусы. Молоко, какое молоко? Я, извините, раньше не любил капучино, я считал, что молоко портит кофе, ну как так, кофе использует, зачем молоко добавлять? Это до тех пор, пока мы не стали готовить правильный капучино с правильного молока, какое правильное молоко, это отдельный разговор, что есть правильное молоко для капучино, и он действительно, это сочетание уникальное, он действительно может быть вкусный, и там может быть и вкусы кофе и молока, и любую грань, какая должна быть посуда, значит, как жарят, какие способы обжарки, отличие от чем-то, разные способы обжарки, стадии, так называемые. Что такое крэк, кофейный крэк, ни с чем другим не путать, потому что есть кофейный крэк, и это такая штука там, я жарлю до первого крэка, а я до второго. И в чем разница, и в чем прикол. Про это и про многое другое. В общем, будем повышать кофейную грамотность, да? С удовольствием, да. Олег Равилевич. Расскажем, в смысле, в совместном расскажем, насколько можем. Поделимся знаниями, будем ждать слушать. Олег Равилевич, вот хотелось бы еще узнать, как вы проводите свое свободное время, которого у бизнесменов обычно его мало всегда, но в нынешних условиях его наверняка стало больше. Вот какое бы занятие вы порекомендовали, интересное, полезное для того, чтобы просто не сойти с ума в четырех стенах? Ну, это очень сильно зависит от того, кем человек был в той жизни, тот и в этой. Соответственно, ну, в моем случае, если я, хотя, конечно, я продвинутый юсер, что-то понимаю в этих делах, даже когда-то программировал и так далее, то есть, но я все-таки человек оффлайна, люблю живьем, глаза в глаза на расстоянии двух метров, к сожалению, да. Соответственно, вот это мне больше нравится, это кажется неправильным, и даже когда мы занимаемся продвижением, даже бизнес, пытаемся вот акцент на, как нас сейчас называют, олдскульные дела, да, то есть вот старое, живьем, осуществлять презентации, пригласить, живьем показать, рассказать и прочее. И вот понимаем, что без интернета никуда, не понимаем, что никуда. И там продажи, и там информация, и там поиск, и там наш будущий, там гость-клиент, да. Вот, но все время вот противящийся, находясь такой в оффлайновской ситуации. Сейчас нас загнал, как бы вот кабинет, компьютер, квартира, все, вынужден был пойти туда и пройти, как я уже сказал, пройти некоторые курсы, понять, как оно работает. Все эти, одна система, другая система, там директы, там, адватайзены, вот все эти вот специалисты понимают, о чем есть, там, SEO-сайта, все эти умные слова, я не понимал, три недели назад не понимал, что это такое. Сейчас я могу вам подробно рассказать по полочкам, что тут нюансы, как это надо делать. И еще много чего надо постичь. То есть я что-то изучил сам, стал таким квалифицированным постановщиком задач. Я знаю теперь, чего я хочу. И раньше там, в интернете. И для меня это было вот это вот. То есть я погрузился в интернет. Но советуют это всем, потому что до этого были люди, которые не вылазили из интернета, и это была их та жизнь до этого. Здесь-то как раз можно... Ну вот тут сложно советовать, потому что это не я, да. Ходить в угол в угол по квартире, что-то еще придумывать. Ну, явно, правда, не телевизор смотреть. През скачать, можно быть, книжечку читать. Разве что канал продвижения можно смотреть, но другие каналы я бы не ставлю. Потому что там, конечно, сейчас везде одно и то же. И смотришь это и думаешь, ложись да помирай. С утра до вечера про эти вирусы и так далее. Поэтому... О, кстати, книги. Вот отлично, да. Мы же всех давно хотим. И у нас лежит набор книг. Я вот за этот уже период прочитал пару книг, которые давно собирался с таким удовольствием. Поэтому, да, резюмировать. Кто не пошел в интернет, пойдите, там есть много интересного. Это важно для бизнеса, а не только там в жизни ходить по каким-то сайтам. И об этом никуда не деться. А второй, конечно, вот эти книги, причем почему-то именно такие живые, такие, знаете, которые листают, которые с корочкой. Они как-то вот не эти вот электронные. Там тоже хорошо, конечно. Потому что мне как один друг говорил, когда мы придумали все эти планшетники и так далее. Гнет. Всегда, говорит, не заменят. Потому что нельзя уснуть на диване, уснувшись с планшетником. Я, правда, ему говорил, это ты отстала с жизни. Скоро придумать гибкий планшетник такой, в виде такой гибкой газеты. И ему можно будет уснуть и укрываться. Но пока нельзя. Пока удобнее все-таки уснуть с книжкой, извините, живой, а не с планшетником. Олег Равильевич, наш кофейный барон Витя Скуратов написал пост в социальных сетях о том, что ему стало понятно, что жизнь все равно не уйдет в онлайн. Что настолько важны вот именно личные встречи, и что никогда ничто нам не заменит интернет вот этого живого человеческого общения. И что вот эти все разговоры о том, что мир будет другим, и мы выйдем из этого вирусного периода совершенно погруженные в какую-то свою виртуальную жизнь, это неправда. Вот как считаете вы, что переменится в нас самих после того, как мы это преодолеем? Насчет внешнего вот этого согласен с Виктором, потому что, мне кажется, ценность, извините, что мы этот термин с вами примем, офлайна, она наоборот за это время даже мы ее почувствовали, как нам ее не хватает сейчас. И мы ее особо будем смаковать после этого. И то, что я вам рассказывал, что мы идем в онлайн и прочее, или в эту даже книгу, некоторые такой бумажные онлайн, для того, чтобы в эту жизнь оттуда что-то принести, то, что изменится, на мой взгляд, она все-таки не там, она внутри. Там же как драконов-то в себе надо убивать. То, что нам это время позволило что-то понять в этом мире, перерасмыслить, за счет новых книг, за счет-то просто возможности подумать, полежав в потолок все-таки, или там прочитать книгу, или что-то научиться в интернете, мы в себе некоторые комплексы, скорее всего, подрубили, я надеюсь, большинство. Кто-то, может, приобрел, правда, и наоборот. Но я надеюсь, большинство их вот подрезали, да, и, соответственно, наш взгляд изменится на мир. Мир-то не изменится. А наш взгляд, может быть, даже наша активность в оффлайне, она будет выше. Мы под этим истаскуемся. Мы что-то нового поняли за это время. И поэтому согласен с Виктором и с одной стороны согласен, что внешне, как бы, оффлайна, может быть, даже будет больше, но за счет того, что мы внутри сможем на него влиять и по-другому к нему относиться. Спасибо вам большое. Будем здоровы. Спасибо. Спасибо. Здоровья всем. Спасибо. 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 Спасибо.